Многие жалуются на то, что гостевых персонажей в Mortal Kombat стало слишком много, и отчасти, по большей части, я согласен. Особенно учитывая, что на их месте мы хотели бы видеть полюбившихся нам персонажей серии, но знаете, на фоне других файтингов нам не на что жаловаться. По крайней мере, гостевые персонажи Mortal Kombat не выходят за рамки ростера и не лезут в сюжет, а вот в других франшизах это происходило. При всем нельзя сказать, что их фан-сообщества сильно бомбят из-за гостевых, а где-то они появляются аж в самой первой части и уже изначально стали нормой. Мы расскажем о самых популярных гостевых персонажах в файтингах, но не будем касаться Mortal Kombat и Injustice, потому что об этом, уверен, вы и сами все знаете. И да, раз уж это видео о гостевых бойцах, я тоже позвал гостей. Все мы знаем, что Кратос и Спаун появились в Mortal Kombat, причем оба в новой хронологии, но за несколько лет до обоих случаев каждый из бойцов заглянул в серию Soul Calibur. В случае Кратоса, он был гостевым персонажем в спин-оффе серии для консолей PSP. А Спаун появился в этой вселенной гораздо раньше, еще в 2002 году, когда вышла только вторая номерная часть серии. Учитывая, что оба этих персонажа довольно жестокие, очевидно, что вселенная Mortal Kombat подошла им больше. Но так или иначе, они оба уже появлялись в Soul Calibur, в менее кровавом файтинге, но с упором на холодное оружие. Soul Calibur вообще интересна тем, что в ней буквально самой первой части был гостевой боец, Йошимитсу из серии Tekken. И он настолько прижился там, что появляется во всех номерных частях. А по мнению многих, Йошимитсу гораздо больше подходит именно серии Soul Calibur. В этом есть какой-то смысл, ведь во франшизе, как правило, бои происходят на мечах, либо другом холодном оружии. А как мы знаем, Йошимитсу вооружен мечом. Да и его доспехи, меняющиеся из игры в игру, также отлично вливаются в стилистику Soul Calibur. Но все же, не стоит забывать, что это боец из вселенной Tekken. Судя по всему, однажды Йошимитсу вернулся к своим и рассказал, как ему понравилось в гостях. Ведь в будущем гостевыми бойцами в Soul Calibur станут Хейхачи Мишима и Джин Казама, центральные персонажи из той же серии Tekken. Вроде бы все классно, динамика и боевые системы обоих игр позволяют персонажам Tekken быть достойными бойцами в Soul Calibur. Но дело в том, что Хейхачи настолько суровый дед, что не использует никакого холодного оружия и дерется руками. Правда, на них красуются наручи, которые и служат альтернативой различным мечам. Джин Казама тоже отличился и явился не в обычном виде, а в своей дьявольской форме. И пусть он также безоружен, но нетрудно поверить, что крылатый рогатый полудемон разматывает воинов в доспехах. Хотя, Джина все-таки можно увидеть с мечом в руках. Но это далеко не все, что касается Tekken. Ведь эта франшиза тоже приглашала в свой ростер гостевых персонажей. Те из вас, кто знаком с турниром Железного Кулака, наверняка играли в третью часть серии. И помнят маленького дракончика по имени Гон, который, казалось бы, лишний в ростере. Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Tekken есть такие бойцы, как Медведь Кума, Деревянный Манекен Макуджин, Панда, Несколько Кингов и Джеков. Да и вообще, эта франшиза немного странная. По-японски странная. В хорошем смысле. Суть в том, что многие помнят и знают маленького дракона из Tekken, но далеко не все в курсе, что это гостевой персонаж из манги Гон. Он появился раньше, чем сама франшиза Tekken. А в настоящий момент о нем есть несколько отдельных видеоигр и даже аниме-сериал. Гон был одним из двух секретных бойцов Tekken 3. И при всем, уже тогда, в конце 90-х, они имели свои особенности. Например, ударить его можно только низкими ударами. Что логично, ведь Гон ростом по колено остальным бойцам. А также на него не действует огонь Огра, который является главным боссом третьей части. Фанаты до сих пор периодически вспоминают этого бойца и просят вернуть его хотя бы в спин-оффах. Но, увы, до сих пор это невозможно, так как персонаж защищен авторскими правами. Но ни одним Гоном едины. На некоторое время серия Tekken забыла о гостевых персонажах, но зато в седьмой части их стало сразу четверо. При всем, один из них, внимание, гостевой персонаж стал каноничным и участвует в сюжете. И это, как вы, наверное, догадались, Акума. Персонаж серии Street Fighter. Изначально Акума был секретным, безымянным бойцом и боссом в одной из версий второй части Street Fighter. Там тоже очень интересная история. Но об этом как-нибудь в другой раз. С тех пор Акума стал важной частью серии и появлялся в кроссоверах. Например, Street Fighter vs Tekken, Marvel vs Capcom и прочих. Но кто бы мог подумать, что он станет частью вселенной Tekken. Тот, что думай, что не думай, но так и есть. В седьмой части у Акумы своя история, согласно которой он выполняет просьбу Кадзуми Мишима, которая после смерти просит его убить своего мужа Хейхачи и сына Казую. В истории файтингов это действительно событие. Один персонаж – каноничная часть сразу двух вселенных. Такого себе даже не позволяет Injustice и Mortal Kombat, хотя они являются франшизами одной студии. Кроме Акумы в седьмом Tekken появился Noctis из Final Fantasy и внезапно Ниган из вселенной Ходячие Мертвецы. При всем этом Ниган именно из сериала. Это неудивительно, ведь на момент выхода игры Ниган был самым популярным персонажем, одного из самых популярных сериалов в мире. Хотя ладно, но это все равно удивительно. И пусть в Tekken Ниган смотрится неплохо, но в тот же Mortal Kombat он влился бы получше, учитывая его невероятный уровень жестокости. Если хоть кто-то дернется, вырежу парню второй глаз и скормлю папаши. Если вы не поняли, то я не часть канала Культ. Я из канала Сейда. Я тут просто мимо проходил. Но если хотите, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой канал. Там тоже много интересного. Я расскажу о менее известной франшизе, но оттого не менее интересной. Давным-давно, в середине 90-х, свой путь начала серия Killer Instinct. И почти сразу закончила, ограничившись только двумя играми, но зато такими, что запомнили на десятилетия вперед. Killer Instinct не привнесла в жанр чего-то принципиально нового. Скорее, это были игры, сочетающие в себе механику из Street Fighter и добивание из Mortal Kombat. Камон! Эти игры даже выходили на автоматах компании Midway, студия, которая создала Mortal Kombat. Короче, ближе к делу. В 2013 году Microsoft дали второй шанс этой франшизе и выпустили ее в числе стартовых тайтлов для Xbox One. Получилось что-то вроде ремейка на актуальных консолях. А так как теперь франшиза принадлежала Microsoft, конечно, они по аналогии с другими файтингами решили добавить в ростер персонажей из своих эксклюзивов. Таким образом, в ростере оказались следующие гостевые бойцы. Арбитр из вселенной Halo и Генерал Раам из вселенной Gears of War. О том, насколько удачной оказалась идея добавить этих персонажей, можно долго спорить. Но вряд ли кто-то скажет, что третий гостевой был лишним. Это Раш. Боевая жаба из одноименной серии Battle Tots. Не то, чтобы он прям вливается во вселенную Killer Instinct, но тут достаточно самого факта, что это Раш. Самая офигенная жаба среди самых офигенных жаб. Как бы это ни звучало. Microsoft пустили в ход козырь и заставили геймеров вспомнить те вечера, когда мы, играя за одного из трех персонажей, пытались тщетно пройти первую Battle Tots. Самые сильные добирались до известной миссии на летающих мотоциклах, но только избранные проходили игру и знали, чем заканчивается эта история. Для большинства она закончилась примерно так. И нервным срывом. Но я еще не все рассказал про Soul Calibur. Там в качестве гостевых бойцов появились сразу три персонажа из вселенной Звездных Воин. Дарт Вейдер, Магистр Йода и Старкиллер. Честно, Йоду как бойца я не очень представляю. Тем более в фильмах мы видели его в действии только раз. Поправьте, если ошибаюсь. Но у разработчиков проблем с этим нет. Он получился довольно резвым бойцом, хотя выделяется среди персонажей даже в этой вселенной. В случае Старкиллера, думаю, все понятно. Это чистый маркетинг. Ведь это новый персонаж в игровой вселенной Звездных Воин. Его наличие в росте Soul Calibur очевидная взаимовыгодная сделка двух студий. Обоим ведь нужно продавать свои игры. А тогда Star Wars The Force Unleashed была на слуху. Ну а про Дарт Вейдера даже говорить, наверное, не стоит. Если Звездные Войны, то Дарт Вейдер. Скрытое под маской лицо серии. К тому же этот персонаж действительно культовый, уже не первое поколение. И его наличие в Soul Calibur это круто. Ну камон, как часто нам доводилось поиграть за самого Дарт Вейдера, хотя бы в файтинге. Хотя я был бы не прочь увидеть Дарт Мола, вместо Старкиллера, например. Но в Soul Calibur добавляли персонажей из более подходящих вселенных. Эдсо, аудиторе до Ференсе, и господин ведьмак, Геральт из Ривии. Скажу конкретно за себя, это те два персонажа, из-за которых Soul Calibur смогла вызвать у меня интерес. Оба бойца немного изменились внешне, совсем чуть-чуть, чтобы не выделяться из общей стилистики игры. Но при этом, конечно, они верны себе и своему арсеналу. Мечи, клинки, арбалет, ведьмачьи знаки, все это присутствует само собой. Геральт, кстати, осознал, что людей ранит не только сталь, но и серебро тоже. Поэтому в Soul Calibur в бою он использует и второй меч. Главное, что мне нравится, учитываются характеры персонажей. Этсо, в своем стиле аристократа, с малость высокомерными замашками, за что, в том числе, мы его и любим. А Геральт, например, в катсценах жалуются на то, как ненавидят порталы. Я рассказываю все это к тому, что в случае Soul Calibur именно гостевые бойцы привлекли мое внимание. Раньше я не то, чтобы сильно интересовался этой вселенной, но мое внимание привлекли Этсо и Геральт, а там дальше я уже сам стал интересоваться. Понятно, что в Soul Calibur изначально были гостевые бойцы, а в том же Mortal Kombat они появились только в последней трилогии, но в наше время это актуальная и выгодная для студии тенденция, и нам, к сожалению или к счастью, от этого никуда не деться. Но вместо того, чтобы сокрушаться понапрасну, может стоит попытаться взглянуть на гостевых с каким-то интересом, только не на Терминатора, к черту его. Ладно, это шутка. Огромное спасибо культу, что нас всех собрал, это было культово. В этот раз все, ребят. Обязательно зайдите на канал Seido и поддержите Никиту подпиской, обратной связью и помните, что автора создает аудитория. Так создайте вместе с Никитой канал Seido. И, конечно, не забывайте про мою группу ВК, которая, в общем-то, мало чем отличается от других, но там довольно уютно. Уже сложилась какая-то своя атмосфера. Все ссылки в описании. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok